27 сентября, день воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Сегодня отмечают воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот церковный праздник был установлен в честь обретения Креста в IV веке. Крест был найден царицей Еленой. Она организовала раскопки. Обнаружили пещеру Гроба Господня и недалеко три креста. Чудо помогло узнать, где находился крест, на котором распяли Иисуса. Больная женщина прикоснулась к нему и исцелилась. В церквах сегодня совершаются праздничные мероприятия. Народ идет в храм, а уж потом приступает к повседневным делам. Название этого праздника нашло свое отражение в пословицах и поговорках. На воздвижении осень-лето отодвигает. В этот день постились. Ели в основном капусту. Отсюда другое название этого дня – капустник. Готовили пирожки с капустой, а вечером устраивали посиделки. Капустные вечеринки, которые могли продолжаться несколько дней. И если девушка, собираясь на посиделке, прочтет определенный заговор, то может встретить своего суженого. За три дня до праздника воздвижения убирали все корнеплоды, свеклу, морковь, картофель, брюкву и иные. Утренние заморозки могли погубить урожай. В садах начинали садить яблоню или смородину. Это можно было делать аж до середины октября. Сегодня не планировали важных дел, запрещалось отправляться в лес, чтобы не потревожить медведя, который себе берлогу устраивает и потому зол. Верили и в то, что сейчас леший свое царство осматривает, а потому на глаза ему лучше не попадаться. Приметы. Если гуси высоко летят, весной будет большой половодней и наоборот. На воздвижении не следует начинать важные дела и ходить в лес. Если сегодня дует холодный ветер, лето будет теплым. Обеззараживает ртовую полость и, кстати, и кариес будет уходить. Поэтому хорошая профилактика ангина и плюс наличие витамина С, естественно, еще вдобавок укрепляет наш организм. Поэтому полость рта можно прекрасно лечить от разного рода стоматитов, от разного рода кариеса, от разного рода ангин простуд с помощью клюквенного морса. Можно ее использовать и при гипертонической болезни. Также хорошо использовать клюквенные напитки в послеоперационный период, для того, чтобы быстрее организм наш восстановился. И, кстати, вот этот вот напиток еще чем он знаменит? Он знаменит тем, что он еще предупреждает образование камней в почках. Поэтому, если у вас есть предрасположенность к камнеобразованию в почках, то по стаканчику два раза в день перед едой вот этот вот напиток клюквенный употребляете. Отличная будет профилактика. И механизм действия почему это происходит? Потому что урсоловая кислота клюквы, которая здесь содержится, оказывает мочегонное действие. Она полезна при заболеваниях мочевыводящих путей и печени, а также при ревматизме и малярии. При малярии, я уже указывал, живут личинки малярии в крови, разрушают красные кровяные тельца, и поэтому человек болеет. Для того, чтобы их быстренько вывести из организма и очистить кровь, мы применяем клюкву, этот напиток. Она является, клюква, хорошим жаропонижающим средством, поэтому её можно применять при различных лихорадочных состояниях, когда температура тела повышается. Также она хорошо утоляет и жажду. О чём я говорил. Как я указывал, хорошо сочетать клюквенный сок с настоем шиповника, а вот сок с мёдом один к одному полезен при бронхите и ангине, о чём я уже указывал. Кстати, и мы с вами можем сделать, сейчас этот сок, делается он довольно-таки просто. Мы с вами возьмём клюкву, вот она у нас есть, клюква, остаточки. На наш любимый блендер. Измельчаем. Всё мы с вами измельчили. Теперь берём сок клюквенный. Здесь он уже не разбавлен водой. И наливаем. У нас тут получилось пюре. Что надо сделать? Просто-напросто взять и ещё отжать через манечку. Но не обязательно это делать. Мы берём две столовые ложечки, даже три столовые ложечки, вот этой пюрешки из клюквы. Добавляем сюда мёд. Равное количество. То есть также три столовые ложечки мы с вами добавили. Всё это хорошенько перемешиваем. И будем принимать. Оказывается, именно сок клюквы с мёдом, пропорции один к одному, полезен при бронхите с кашлем и ангине. Также клюквенный сок назначают при гинекологических воспалительных заболеваниях, туберкулёзе лёгких, малокровии, головной боли, атеросклерозе. Значит, как я уже говорил, он улучшает аппетит, способствует усвоению пищи. Особенно это хорошо тем, кто страдает в пожилом возрасте. Усиливает выделение желудочно-кишечного сока, а особенно сока поджелудочной железы. Вот поэтому соком клюквы успешно лечат гастит из пониженной кислотности. Но при повышенной кислотности он противопоказан. А также воспаление поджелудочной железы. Поэтому, если у вас часто такое случалось, кстати, боли так полкообразные, после приёма там жирной, жгучей пищи, ну, алкогольного отравления, очень хорошо его используют. Значит, дозировка выбирается индивидуально. И сейчас я попробую, что у нас получилось. Ой! И всего, что я пробовал, вот это, оказывается, самое лучшее, самое мощное средство действительно для стимуляции пищеварения. Сразу же выделяется слюна, сразу же выделяется, заработал желудок, кишечник. Поэтому используйте клюкву для своего собственного оздоровления. Помните, что она противопоказана при язвенной болезни желудка и дозировочной кишки. Ею можно протирать пролежни. Её можно применять для удаления пигментации на шее лице. И, естественно, для укрепления своего собственного организма. Используйте для собственного здоровья. Доброго вам здоровья! Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал, и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok